В эфире информационная программа «Пульс города». Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Синоптики предупредили, дорожники приготовились. Дорогам в гололед внимание особое. Прохладные квартиры и огромные долги, где омрачилось начало отопительного сезона. С большим отставанием, но строительство идет. Когда ждать открытия детского сада на защитников Заполярья? Реакция местных властей на поток жалоб от замерзающих жителей Нивы-3 не заставила себя долго ждать. Для объяснения, еще накануне в администрацию были приглашены представители ЦКТ. Но с претензиями в свой адрес они не согласились. По словам теплоэнергетиков, температурный график на котельной выдерживается. И почему граждане недовольны, непонятно. С целью выяснить, кто же в данной ситуации лукавит, жителей микрорайона или ЦКТ, сегодня был организован комиссионный осмотр квартир, жители которых сетуют на холодной батарее. Сегодня с самого утра на Нивы-3 работала специальная комиссия. Специалисты администрации, представители управляющих компаний и ЦКТ обходили квартиры граждан, недовольных холодными батареями и отсутствием тепла. В каждом доме производились замеры, результаты заносились в акт. Итоги поквартирного обхода озвучили на заседании. Оно прошло в администрации во второй половине дня. Судя по озвученным данным на встрече, жители, например, улицы Борисова буквально изнывают от жары. Борисова 8, квартира 20, 18 и 6, Борисова 8, 31, плюс 21, в маленькой комнате открыта форточка, Борисова 10, 61, плюс 21, Борисова 10, квартира 40, двухкомнатная квартира, дилериальные рамы, плюс 22. Однако такая температура в жилых домах Нивы-3 не заслуга ресурсников. Люди, чтобы окончательно не сойти с ума от холода, спасаются как могут. В половине случаев это все-таки усилия людей и электрообогревателей. Ну, говорят, очень холодно, невозможно без обогревателей жить. Самая большая проблема у нас была на К-шоссе 45, то есть первый четвертый этаж мерзнут вообще. У людей, вплоть до того, что заходили женщины к одной, у нее плита постоянно электрическая включена. Впрочем, такого рода доводы представители ЦКТ не убедили. Заметитель генерального директора Центра коммунальных технологий Андрей Леоненко твердо стоял на своем. На Ниве-3 все в норме. Моя точка зрения, да, получается так, что, да, возможно, температура, как бы, ну, прохладных квартир, 18 градусов, 19, ну, по себе, по себе мы знаем, да. Вот, но если, ну, тем не менее, это нормативная температура, и жители оплатят за норматив. Данный комментарий не остался без внимания надзорных органов. По словам представителя прокуратуры, ЦКТ предоставляет населению услугу ненадлежащего качества, нарушая при этом температурный график, который сами же и утвердили при подписании договора с управляющими компаниями. В этом документе четко прописано, какие параметры теплоносителя должна выдавать котельная в тех или иных погодных условиях. Вот у вас сегодня температура на выходе из котельной какая? 56 градусов. 52 градуса? 56 градусов. Согласно сводке единой диспетчерской группы, которая поступила в прокуратуру города с утра? Это уже было с утра. Во-первых. Во-вторых, на выходе из котельной при температуре наружного воздуха минус 0 градусов, какая должна быть у вас? Температура на графике предоставлена всегда. Вот согласно температурного графика, заключенного, представленного к договору с УК домовым, у вас при 0 градусах должна быть на выходе из котельной 65 градусов. Соответственно, что мы устанавливаем факт несоответствия параметров теплоносителя на выходе из котельной изначально. Да, мы согласны, что может быть сегодня, учитывая погодные условия, температура в домах и в жилых помещениях, она соответствует нормативно 18 градусов, но вчера она несоответствована. Соответственно, кроме того, согласно нормам Санкт-Пин, температура горячей воды должна быть не менее 60 градусов. Насколько нам сейчас сказал представитель, что была 48 градусов. То есть, опять же, установлен факт несоответствия температуры горячей воды. То, что ЦКТ неоднократно нарушала температурный график, подтвердилось в ходе недавней прокурорской проверки. По ее результатам в суд было направлено заявление с требованием признать действия ЦКТ противоправными и обязать руководство предприятия возобновить теплоснабжение домов микрорайона Нева-3 в соответствии с температурным графиком. Заявление надзорных органов суд удовлетворил в полном объеме. Решение должно быть немедленно исполнено. Ситуацию на Неве-3 лично контролирует прокурор города. В конце концов, за неисполнение, за злостное неисполнение решения суда у нас предусмотрена уголовная ответственность 315 ст. Уголовного кодекса. Ну, хватит уже нас людьми здесь делать. Проблема отсутствия тепла в домах микрорайона Нева-3 обсуждался и на заседании по вопросам ЖКХ. Поселок Металургов не единственная точка на карте района, где сейчас не все гладко. Отчитываясь о своей работе, представители управляющих компаний ТСЖ говорили о самых разных проблемах. Значительная часть их появилась из-за недостаточно хорошей подготовки к отопительному сезону. Где козырьки до кровли не сделаны, а где внутридомовые системы не приведены в порядок. Отчего возникают трудности с подачей воды и отоплением. Его нехватку по-прежнему ощущают на себе жители Невы-3. В первую очередь это связано с тем, что котельная центра коммунальных технологий, обслуживающая данный микрорайон, не выдерживает нормативы. Снижены параметры теплоносителя и в селе Лувинга. Там люди в квартирах мерзнут потому, что своевременно не прибыло топливо. Сломался транспорт. Но кроме того, поставщик щепы недополучил за нее деньги от населения. Поэтому вопрос с отоплением в Лувинге сейчас один из самых острых. Что же касается общей задолженности Кандалакшевского района перед ресурсоснабжающими организациями, она на данный момент исчисляется сотнями миллионов. Далее коротко о других событиях. Подведены итоги второго этапа конкурса «Народный участковый». Напомню, в нем участвовало 9 полицейских со всей области, набравшие большинство виртуальных голосов в ходе первого тура. В число претендентов на победу вошел и наш земляк участковый Юрий Тяпин. Однако по итогам голосования во втором туре Кандалакшанин занял лишь пятую строчку рейтинга. В финал всероссийского конкурса вышел участковый из областного центра. Руководство поликлинического отделения Кандалакшской ЦРБ сформировало график проведения профилактических осмотров в рамках диспансеризации. Сделано это по просьбе граждан, которые до этого были вынуждены простаивать в очередях, чтобы попасть на прием к медикам. Теперь такой проблемы возникать не должно. Специально для каждого предприятия, организации, учреждения выделено определенное время. Ознакомиться с графиком можно на сайте района администрации. Завершается срок уплаты налогов. Это необходимо сделать до 1 ноября. Сотрудники Кандалакшской налоговой инспекции призывают собственников движимого и недвижимого имущества поторопиться и не затягивать с исполнением обязательств. Неуплатившие налог вовремя попадут в разряд недоимщиков. Их ждут штрафные санкции. Печальное известие пришло накануне. На 64-м году жизни скоропостижно скончался заведующий отделением анестезиологии и реанимации, бывший главврач Центральной районной больницы Кандалакши Александр Васильевич Шестаков. Всю свою жизнь Александр Васильевич Шестаков посвятил охране здоровья северян. В Кандалакшском районе он проработал 39 лет. Трудовую деятельность в нашем городе Александр Шестаков начал сразу после окончания Ленинградского педиатрического мединститута. Несколько лет работал в инфекционном отделении ЦРБ и в отделении анестезиологии и реанимации. А в октябре 1986 возглавил больницу. За время его руководства, это 10 лет, был построен и введен в эксплуатацию новый хирургический корпус. Александр Васильевич пользовался заслуженным авторитетом и большим уважением среди коллег, знакомых. И до конца дней оставался преданным своей профессии. Мы этому учились, для этого шли, выбирая свою профессию кто-то умом, кто-то сердцем. В 1996 году Александр Шестаков стал заведующим в отделении анестезиологии и реанимации. Сумел создать дружный, сплоченный, творческий коллектив единомышленников. Отец родной так ласково называли Александра Васильевича сотрудники. За добросовестное отношение к труду он не раз поощрялся администрации больницы, города и вышестоящих органов здравоохранения. Был удостоен медали ветеран труда. Прощание с Александром Васильевичем Шестаковым пройдет в субботу, 19 октября, с 10.30 до 11.30 на Чкалово, 61, в основном здании Кандалакшеской ЦРБ. Первый гололед на дорогах нашего города обошелся без серьезных аварий. Во многом благодаря тому, что инспекторы ГИБДД направили в адрес руководства ДСУ-3 обращение с просьбой в кратчайшие сроки организовать посыпку песком проезжие части. Что и было сделано вовремя. Само дорожное предприятие, по словам его сотрудников, уже полностью готово к работе в зимний период. Имеется запас песка и вся необходимая техника. Практически у всех остановок и пешеходных переходов появились кучи песка. Сотрудники ОАО ДСУ-3 уже с начала этой недели приступили к работам, которые предполагается выполнять в зимний период. На данный момент это посыпка песком тротуаров и городских дорог. В достаточной мере заготовлена пескосоляная смесь, которую рассыпают специальные машины. Там, где не проходит техника, работают люди. Уже обледенение начинается. Каждый день в 4 утра выходит машина на подсыпку. Остальные участки сложные – это перекрестки, пешеходные переходы, круговые движения. Все это подсыпается. Вы видите, пока что нормально. Уже 2-3 дня, когда обледенение идет, мы утром машину выпускаем, все подсыпается. Дежурная смена у нас есть. Водители, машинисты, обученные. То есть, я думаю, проблем не будет. Ну а в период снегопадов на дороге выйдет уже более серьезная техника – грейдеры и погрузчики. Сотрудники организации выражают надежду, что чрезвычайных ситуаций, как в прошлом году, нынешняя зима не подкинет. И что их работа не будет вызывать нареканий ни у жителей, ни у специалистов администрации. Андрей Иванов посетил место строительства детского сада на Защитников Заполярья. Завершение стройки этого объекта, рассчитанного на 75 мест, ждут уже давно. Глава районной администрации ознакомился с тем, как идут работы по возведению учреждения. Возведение детского сада на Защитников Заполярья превратилось в очередной долгострой. Сдать его в эксплуатацию обещали еще в конце прошлого года. Однако из-за ряда трудностей строительство затянулось. Так, например, из-за высокого уровня грунтовых вод на площадке возникли трудности по устройству наружных сетей водоснабжения и канализации. В связи с этим было принято решение оборудовать дополнительно еще одну дренажную канаву, что и было сделано в короткие сроки. Темпы никогда не могут удовлетворять заказчика. Действительно, все происходит не так быстро, как нам хотелось. Но те решения, которые мы приняли в прошлый четверг, они действительно сработали. Вода потихонечку уходит с этой площадки. И я надеюсь все-таки, что благоустройство мы сможем сделать в этом году. Выполняются работы по устройству канализации. Внутренние работы ведутся по подведению высоковольтных линий. Дальше идет подготовка по водоотводу, водопонижению. Это выполнено. Теперь можно будет приступать и к благоустройству. Зашел глава районной администрации в само здание, чтобы посмотреть, как ведутся работы по внутренней отделке помещения. За последние три недели что сделать? Я был за три недели назад. Мне кажется, что это не очень интересно. Можем тебя не видеть? Тем не менее, из личной беседы с подрядчиком стало понятно, что хоть и не быстро, но работы все-таки ведутся. Были сделаны перегородки, потолки и полы. Проведены сантехнические работы. Однако все частично. Выдерживать хороший темп работы не получается. Как объяснил подрядчик, не хватает ни денег, ни квалифицированных рабочих. Но все же, если строители ускорят темпы работ, есть надежда на то, что до конца года объекты будет сдан. И уже в 2014 году сюда можно будет записывать кандалакшских малышей. Далее прогноз погоды. Его представляет Большой пенсионный фонд. Сегодня ночью в городе по району будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха минус 5-4 градуса. В пятницу днем будет облачное с прояснением и погода. Местами пройдет снег. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха минус 1-2 градуса. Атмосферное давление будет падать. 18 октября солнечная активность низкая. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Полмиллиона клиентов в 27 регионах страны. Высокий рейтинг надежности и доходность по пенсионным накоплениям. Большой пенсионный фонд. Ваша пенсия может быть больше. Это были все новости на сегодня. Увидимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»